Бюджет республики на 2023 год формировался в сложных условиях и был принят с дефицитом. Как и в предыдущие годы, в прошлом году пришлось привлечь дополнительную финансовую помощь из федерального центра. Объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированностью бюджета составил более миллиарда рублей. Об этом доложил главе региона, исполняющий обязанности министра финансов республики Тамерлан Вушигуров. На встрече подвели итоги работы ведомства за 2023 год. Прилеченные средства направили на частичное погашение уплаты страховых взрослых ОМС на неработающее население. Также в 2023 году были изысканы 150 миллионов рублей на нужды СВО. Более 13 миллионов направлены на улучшение водоснабжения в населенных пунктах республики. В итоге погашены меры бюджетного принуждения на сумму более 778 миллионов рублей. Если брать, в принципе, долговые обязательства, мы решили полностью в части мер бюджетного принуждения. И 2024 год мы уже без них тортуем. Да, тот кассовый разрыв, который у нас, как вы помните, в начале года образовывался, то есть мы сразу со своих денежных средств уплачивали 778 миллионов, и восполнить их бывало очень проблематично, то сейчас никакого кассового разрыва у нас не будет. Единственное, что мы должны будем уплатить, так же, как и в этом году, по реструктуризации госдолга 112 миллионов. Но это будет взыскиваться в ноябре. В прошлом году продолжалась работа по сокращению долговых обязательств бюджета. С 2019 по 2023 год включительно этот объем снизился с 11 до 3 миллиардов рублей. В целях сокращения нагрузки на бюджет, связанной с обеспечением возврата задолженности по ранее привлеченным бюджетным кредитам, в прошлом году республика продолжила участие в программе реструктуризации. Общий объем реструктуризированной задолженности составил более 2 миллиардов рублей. Погрешение основного долга по бюджетным кредитам в соответствии с этими мерами продлено до конца 2029 года. Там же есть вариант какой-то, механизм, наверное, вы лучше знаете в части, мы могли использовать их какое-то время, да, в какой-то части. Совершенно верно. У нас 358 миллионов ежегодно, которые необходимо было уплачивать. Вот последние два года и следующий год 112 миллионов высвобождаемых средств мы можем направлять на реализацию новых инвестиционных проектов. Мы же можем туда дорогу прокладывать. Совершенно верно. Инвестиционный, газ, другие. Можем же? Можем. По рекомендации Министерства финансов у Российской Федерации высвобождаемые средства нами направлялось на погрешение социальных нужд, в том числе и страховые износы за неработающее население. В 2024 году нам увеличена и сумма дотации на 12%. Мы действительно сможем рассмотреть, потому что мы в полном объеме заработанных планов, а то в полном объеме все социальные и страховые износы за неработающее население смогли предусмотреть. В целях реализации мероприятий НАСПроекта «Безопасные и качественные дороги» по линии Минавтодора региону одобрили кредит в размере 374 миллионов рублей. Это позволило с опережением привести в нормативное состояние автомобильные дороги протяженностью более 13 километров. А для закупки пассажирского автотранспорта привлекли специальный казачейский кредит со сроком погрешения в 15 лет по 3% годовых, что позволило обновить парк общественного транспорта на 78 автобусов. В 2023 году значительно выросли и доходы в бюджет, в основном за счет налоговых поступлений. Это свидетельствует о развитии предпринимательства в регионе. На это повлияло снижение налоговой ставки для бизнеса с 6 до 2%. «Если в прошлом году, вот видите, НДФЛ у нас составлял 55%, при неуменьшении самой суммы поступления НДФЛ, в текущем году это 40%, а рост происходит налога на прибыль, что очень характеризует то, что экономика развивается у нас в правильную сторону. В суммовом выражении ничего не уменьшилось. Миллиард 700 в прошлом году было, миллиард 900 в этом году. То есть увеличение происходит». В результате принятых мер по увеличению налоговых поступлений и оказание дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета стало возможным и завершение финансового года исполнением практически всех расходных обязательств республиканского бюджета. Кроме того, в 2023 году на 20% повысили зарплату госслужащим республики. Следует отметить, что ее уровень был самый низкий среди субъектов СК и ФО. Хадзи Добриева, Новости 24.